Все соединения должны быть плотно закреплены. Газ не любит неаккуратности и небрежности. Это просто опасно. Поэтому сотрудники МОЗ «Облгаза» работу свою выполняют не спеша, проверяя каждый этап. Опрессовка держит, значит мы делаем сгон, собираем и пускаем газ. А сейчас пойдем, котел подключим, газ продуем и все. Опрессовка – один из самых важных моментов. Для надежности ее проводят двумя способами. В современном… По нолям, видите, ноль. И по старинке – с помощью баллончика с мыльной пеной. Пузыри. Детские пузыри пускали? Вот так он надувается. Еще один важный этап – опломбировка счетчика. Никто, кроме сотрудников газовой службы, не может вскрыть прибор. Ну, любой прибор на данный момент опломбируется. Теперь, когда здесь газовая служба появится в следующий раз? Ну, заявочки, как вызовут нас. Отслуживаем, да. Там договор с кем на газовое оборудование этих обслуживания делается. Ну, и также газовая водопроверка. За работами внимательно наблюдает хозяин дома Олег Родионов. В деревне Лопатина он с семьей живет около шести лет. Пять лет назад попытались сделать газ, но нам такую сумму выставили, если не соврать, по-моему, два с половиной миллиона. Ну, мы решили, что не надо. У нас был котел дизельный, решили, что и будет котел дизельный. Ну, потом поставили еще электрический к дизельному. А около года назад, когда стартовала социальная газификация, решили воспользоваться президентским проектом. Тем более, что стоимость проведения газа уменьшилась кратно. Пришли люди, сказали, что вот по президентской программе проводят, вот, пожалуйста, ваши, там, три человека у нас, ну, три наших этих хозяина. Пишите заявление. Мы написали заявление, они пришли, обмерили все. Написали договор и все. Так что мы практически ничем не занимались. На сегодняшний день в Ленинском округе газификация выполнена в 43 населенных пунктах. Газ подведен к трём сам 43 объектам. Всего построено около 11 километров газопровода. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.